Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы вспоминаем Евангелие о Расслабленном. Это воскресное Евангелие, читается в это воскресенье, Евангелие от Иоанна, 14-е зачало. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим». Здесь мы видим, что Христос, посещая иудейские праздники, научает нас не уклоняться от христианских праздников. Ибо все, что делал Христос, Он делал, подавая нам пример. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски «Вефезда». Слово «Вефезда» переводится как «дом милосердия», при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. «Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью». Блаженный Августин объясняет, что эта купальня, называемая по-еврейски «Вефезда», символизирует собою ветхозаветную церковь, которая имела как бы пять крытых ходов. Эти пять крытых ходов указывают на Пятикнижие Моисея. И народ лежал в расслаблении в этих пяти крытых ходах, потому что закон был ослаблен плотью, и никто не мог его по-настоящему исполнить. Но когда ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, «Кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью». Ангел Господень по временам сходящий в купель по Блаженному Августину, это Иисус Христос, который, когда исполнилось время, он воплотился на земле. И он привел всю эту воду в движение. Вода – это символ народа, как объясняет Блаженный Августин, народа иудейского, ибо в этот народ Христос входит по божеству, по человечеству, выходит из него. Но исцелиться может тот, который проявит упование на страдания Христа. Такое объяснение дает Блаженный Августин вот этим словам. «И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью». Какая ни была болезнь – это нравственная и моральная болезнь, то есть человеческие грехи, которые мы преодолеваем во Христе и со Христом. И далее мы читаем с пятого стиха. «Тут был человек, находящийся в болезни 38 лет, то есть достаточно длительное время. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров?» Когда в деле своего спасения мы начинаем уповать на эти пять крытых ходов, что, мол, мы начнем исполнять закон Божий, Пятикнижие Моисея, который символизирует эти пять крытых ходов, в то же время мы не находим в себе внутреннего ресурса начать исполнять закон. И Абва Дорофей пишет, что любая заповедь – это величайший повод для смирения, потому что по-настоящему мы не можем исполнить даже одной заповеди. И здесь есть такая аллюзия интересная. В Писании сказано «Тот, кто нарушил одну заповедь, нарушил весь закон». И по аналогии тот, кто исполнил хотя бы одну заповедь по-настоящему, он исполнил весь закон. Но у нас ничего этого не происходит, не получается. И вот этот человек, который находился в болезни 38 лет и не мог по болезни погрузиться в купель при возмущении воды, это символ человека, который пытается начать исполнять волю Божию, но у него не получается, не хватает сил, внутренних религиозных ресурсов. Таким человеком был и апостол Павел, который свидетельствует о себе, что по внутреннему человеку он находит удовольствие в законе Божьем, но в членах своих, в теле своем, видит закон греха, противоборствующий закону Божию, закону ума его, то есть он соглашался с законом Божиим. И Павел восклицает «Чего хочу делать, того не делаю, чего не хочу делать, то делаю. Бедный я человек, кто избавит меня от всего греховного тела смерти?» И вот этим избавителем является Христос. И Иисус, увидев Его, лежащего, и узнав, что Он лежит уже долгое время, говорит Ему, хочешь ли быть здоров? А кто из нас не хочет быть здоровым, нравственно, морально, физически и духовно? Больной отвечал Ему, так, Господи, «Но не имею человека, который опустил бы меня в купальню. Когда возмутится вода, когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Нам всегда нужен такой человек, который может стать другом для нас в деле нашего спасения. И такой человек – это один, это Бога-человек, Христос и Иисус, о Котором сказано, един ходатый, един посредник между Богом и человеками – человек Христос и Иисус. И Господь видит нашу неспособность исполнить закон. Он видит нашу неспособность возвыситься над своей собственной порочностью. И Он предлагает нам пережить исцеление в Нем, во Христе. Иисус говорит ему, «Встань!» Эти слова Христа обращены и к каждому из нас, которые ищут спасения во Христе, потеряв надежду на собственное исправление. Христос говорит, «Встань! Возьми постель твою и ходи!» То есть перестань находиться в этом расслабленном состоянии. «Возьми твою постель, встань и ходи!» И смотрите, что происходит далее. Девятый стих. «И Он тот час выздоровел и взял постель свою и пошел». То исцеление, которое мы получаем во Христе и со Христом, оно происходит именно тот час. Тот час, имевший сухую руку, протянул ее. Тот час слепой прозрел, тот час расслабленный выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний, посему иудеи говорили исцеленному, сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Их логика была порочна. Она противоречила даже тем доктринам иудаизма, которые были в то время и которые описаны в иудейской Мишне, где черным по белому записано, что три великие добродетели, которые можно делать и в субботу, это проявлять заботу о больных, это хоронить мертвых и заниматься святостом. Суббота – это покой. Но какой же покой был для расслабленного человека? Болезненный покой, неспособность существовать деятельно и активно перед Богом и другими людьми. Это был не покой, это было крайнее беспокойство тем расслабленным состоянием, в котором он находился. Наш покой – это Христос. В нем мы освобождаемся от нравственных и моральных недугов, становимся новыми людьми, другими людьми. И хотя дьявол все время напоминает нам о прежде содеянных грехах, уповая на Христа, мы имеем надежду в нем и с ним начать жизнь с белого листа, с чистого листа. Как апостол Павел пишет, что Христос – все рукописание наших грехов, то есть весь тот бесовский компромат, который был собран лукавыми духами на нас, Христос властной рукою пригвоздил к древу креста. Иудеи возмущаются, сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Он отвечал им, кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи. А исцелил его тот, который называется Писание господина субботы. Его спросили, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи. «Исцеленный же не знал его, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте». Многие люди до сих пор не знают, кто он – Иисус из Назарета. Иисус из Назарета – это истинный Бог и истинный человек, который в своем богочеловечестве являет нам образец новой истинной жизни, которая, начавшись в этой временной жизни, уже не прекратится никогда. Но здесь мы видим прецедент. Христос исцеляет человека, который этот человек до конца не познал Христа Иисуса. На самом деле нам и вечности не хватит для того, чтобы познать Бога всецело. И это очевидно, потому что Бог бесконечно далек от нас и бесконечно приближен к нам. Но это тайна и будет составлять блаженство в вечной жизни, когда мы будем возрастать в познании о Боге. Исцеленный же не знал, кто он. Да это не важно. Главное то, что он исцелен. И теперь во Христе он видит источник своего исцеления, своего выздоровления. Так и мы должны видеть во Христе источник нашего спасения. Он тот, который готов помочь нам преодолеть любую расслабленность, любую религиозную квелость, неспособность проявить какую-то деятельную религиозную активность в жизни. И далее мы читаем «Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Что значит «Иисус встретил его в храме»? В духовном истолковании храмом является внутренний мир каждого человека, верующего. Как сказано, «Вы есть храм, и тот, кто разрушит храм, того накажет Бог». И Иисус хочет встретиться с каждым из нас в нашем собственном сердце. Он хочет вселиться в наш внутренний мир, войти в храм твоей и моей души, как и сказано в Писании «Верую вселиться Христу в сердца ваши». Потом Иисус встретил его в храме. В нашей жизни, братья и сестры, это происходит, когда мы евхаристически переживаем встречу со Христом в его святых дарах тела и крови. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Господь, исцеляя людей, дает им серьезную мотивацию изменить свою жизнь, то, что апостол Павел называет «ходить в обновленной жизни». Человек может реально воспользоваться этой мотивацией поменять свою жизнь. И эта мотивация очевидна. Если Христос дарует нам исцеление от власти греха до нашего исправления, то это серьезная мотивация начать что-то делать для того, чтобы изменить свою жизнь и начать ходить в обновленной жизни. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И когда мы переживаем исцеление, мы тоже готовы идти и всей вселенной возвещать, что исцеливший нас это Господь Иисус Христос. Он один есть Тот, Который исцелил нас. Причем мы пребывали не только в некой расслабленности, мы пребывали в тени смертной, в состоянии как бы несуществования, но во Христе мы переживаем новое рождение, рождение свыше, о котором Иисус Христос однажды сказал пожилому иудейскому старцу Никодиму, тебе надо родиться свыше. И когда мы переживаем чудо встречи со Христом, мы смело должны идти в мир и свидетельствовать всем, объявляя, что исцеливший нас, а правильнее сказать в нашем случае, воскресивший нас это Христос Иисус, который своей смертью, нашу смерть, нравственную, моральную и физическую попрал и нам, некогда находящимся во гробах собственного нравственного разложения, даровал надежду ходить в новой и обновленной жизни. Отвергнем собственную расслабленность, обретем устойчивость и твердость во Христе. Он есть камень нашей веры, он есть твердое основание, и тот, кто строит свою жизнь на Христе, какие бы ни были бури, ветры, как бы ни разливались бы реки, ничто не сможет опрокинуть нас с этого упования. Как я часто говорю, мы кто-то или что-то во Христе, и мы никто и ничто без Христа. Субтитры создавал DimaTorzok